Какое предприятие вы представляете, где вы находитесь, как давно вы существуете на рынке? Компания «Коралл» находится в Тверской области, это Беженский район. Соответственно, мы находимся между ключевыми рынками Смейка, Санкт-Петербург и Москва. Компании «Пять лет», то есть компания «Абсолютно молодая» была построена прямо без приукрашивания, в чистом поле. То есть начиная с нулевого цикла, было заложено в предприятие полного цикла. То есть сейчас мы, собственно говоря, ими являемся. То есть начиная от растениеводства, то есть это собственный, выращивание собственного зерна. Это комбикормовое предприятие, это свинофермы, мясо переработки, совместно для того, чтобы уже впоследствии получить готовую продукцию, ее реализовывать нашим потребителям. То есть фактически предприятие является мечтой экспорта замечающих амбиций России, потому что действительно это фактически частные инвестиции, которые привлекли к созданию достаточно масштабного бизнеса. В основном из регионов России совокупная стоимость средств, совокупные инвестиции до 2021 года будут порядка 23 миллиардов. Почему свинина? Как-то анализировали рынок? То есть этого мяса не хватает у нас? Вы знаете, это скорее все равно было спонтанно. Ну, во-первых, животноводство является позитивным в том смысле, что действительно такой полный комплекс разнообразных деятельностей, которые позволяют не только заниматься готовым продуктом, но и развивать всю территорию целиком. Наша владельца бизнеса родом оттуда, из Беженского района, и опять же, приезжая каждый раз на свою родину и замечая, что регион находится в упадке, появилось некое видение о том, что надо что-то делать. И вот многие вкладывают нам в различные сферы бизнеса, но вот поберется за такой непростой рынок. Вообще рынок, как животноводство, все-то с ним связано. Тем не менее, именно он позволяет задействовать практически всю почву. Потому что все животноводство начинается с земли, потому что вы выращиваете зерно. Но сейчас, по прогнозу, в этом году стоимость зерна возрастет на 60% в этом году, а это было здесь 15% себестоимости. Поэтому наличие зерна своего для нас жизненно необходимо. Соответственно, ну а дальше подключается все остальное. Это серьезное, это микроновое предприятие, которое делает форм именно таким, каким мы хотим. Это свиноводческие фермы, где мы выращиваем свина, которая нам необходима, которая востребована на рынке. Мы, соответственно, проводим какую-то генетическую работу. И дальше уже переходим на мяс переработку, чтобы донести наш качественный продукт, до готового потребителя. И все вместе это позволяет не только дать работу порядка полутора тысячам людей, которые сейчас уже работают в компании, но и в том числе комплексно развивать этот регион. С какими сетями вы сейчас сотрудничаете? Мы только-только начинаем свой непростой, скажем так, путь в работе с сетями. Первый, с кем мы начнем работать, это сеть ОК и Лента. И, скорее всего, это будет Редак Санкт-Петербург. Потому что он для нас и близок, и интересен с точки зрения того, что там сам по себе представленность и вообще наличие мяса чуть более проблематичнее, чем у нас Клей. Поэтому это будут первые сети, но, конечно, сейчас ведутся активные переговоры на данном мероприятии со всеми сетями. И с пятой для нас крайне важна ОШАН, Магнит, ну и прочие другие сети, в которые мы, конечно, будем входить, но, может быть, несколько позже, по мере достижения определенных результатов в переговорах. Вот мы сегодня на той же теме общались с сетями, как раз на тему того, насколько сложно поставщику новому попасть на полку сети. Они говорят, что, в принципе, заявку подать просто, но очень жесткий отбор в плане именно сертификации, в плане именно проверки, соответственно, качеству различным там категориям. С точки зрения поставщика, как вы это оцените? Насколько реально, в соответствии с запросом с сетей, насколько вообще сложно попасть на полку, достучаться до отдела закупок или куда вы там пытаетесь пробиться? Вы знаете, когда мы развивали свое предприятие, когда рождалась концепция нашего холдинга, мы вообще исходили из того, что мы будем жить в условиях реалий ВТО. То есть мы готовились вообще к мировой конкуренции не с нашими компаниями, с теми компаниями, у которых уже давным-давно налажен бизнес-процесс, которые имеют огромный опыт работы не только с точки зрения производственного процесса, но и с точки зрения марта. Поэтому изначально все наше предприятие строилось на высочайшем стандартном качестве. Грубо говоря, даже Центр управления производством у нас единый. В едином центре мы видим вообще все, что происходит у нашей компании. Это дорогого стоят, это влияет, в свою очередь, на ту себестоимость, которые мы получаем. Это первый момент. Второй момент, что касается качества. Как сети правильно понимают, как говорится, все кроется в детали. Так же, когда изначально, опять же, компания строилась, мы покупали все самое лучшее, что позволяет нам отыграть любые проценты и доли себестоимости. Для чего это делать? Для того, чтобы, во-первых, мы имели возможность предоставлять неприятные цены. Но не секрет, что в России цены являются одним из немалым факторов. И второе, все, что мы могли поставить с точки зрения качества продукции, мы тоже используем. Грубо говоря, кусочек может перекладывать рабочий на лоточек, а может робот это делать. И в том же, в другом случае, собственно говоря, результат будет один. Но обсемененность мяса, с точки зрения, когда берет кусочек робота, она существенно меньше. То есть вот это маленький, казалось бы, нюанс, который позволяет добиваться вот этого несомненного уровня качества. А там воздушно-капельное охлаждение душ, которое вообще у нас одно из многих предприятий в России, которые поставят. Мелочь. Мы добиваемся того, что у нас влаги в продукте не более 1%. Это значит, что потребитель, который на кольце покупает наше мясо, он фактически покупает, хочет купить белок, хочет купить мясо, а не влагу, которая в нем находится. И мы ему это позвали. И в итоге, как результат, с точки зрения входа в сети, мы никуда не спешим. И мы уверены, что то небольшое количество мяса, которое у нас есть, это будет миллион голов в российском масштабе, мы найдем своего покупателя и встанем в те сети, для которых важно действительно качество продукта. Потому что их лаборатория мощная в состоянии оценить того качества, которое действительно у нас есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова